здравствуйте вы смотрите очередной выпуск программы защита мазел мы продолжаем ее делать из офиса адвоката и забыла мазел забыла здравствуйте здравствуйте буря здравствуйте дорогие друзья итак сегодня давайте поговорим об аффиде это в суппорт какие изменения как обещали да как обещали какие изменения произошли и интересного да ну будем говорить так за последний год произошло очень много изменений связанных с тем что государство пыталась оградить себя от людей которые приедут получит грин карту или которые находясь в стране получит грин карту если они являются серьезной опасностью для получения государственных бенефитов ну давайте наверное несколько слов скажу в каких случаях и по каким делам нужно подписывать аффиде это с упор в основе своей это касается дел по воссоединению семьи причем не только immediate relatives как мы рассказывали в одной из наших прошлых программ но и preference categories дел то есть по всем делам о воссоединении семьи должна подписываться форма ай-864 affidavit support которая вступила в силу в начале 2000 года что такое affidavit support с этой формой ай-864 не ай-134 потому что ай-134 практически никаких обязательств не влечет за собой ай-864 это тройственный контракт между государством человеком который подпадал петицию и иностранцем и этот контракт говорит следующее что в течение 10 лет иностранец который получит грин карту эти 10 лет начинают считаться со дня получения грин карта не имеет права ни на какие бенефиты этот десятилетний срок может быть уменьшен даты получения гражданства в зависимости от того что наступает раньше то есть если человек женился и получил грин карту посредством брака и через три года после получения первой грин карты он имеет право на получение гражданства он подал через 2 года и 9 месяцев и получил гражданство скажем через три с половиной года после получения первой грин карты то affidavit support прекращает свое существование и 10 лет ждать не нужно и тогда человек который подал петицию то есть то есть ответственность он никакой не несет но в то же самое время если человек не получил гражданство то ответственно ответственный за affidavit support в течение 10 лет невзирая на развод то есть если это были супруги и воссоединение происходило на основании брака то развод не приостанавливает действие affidavit of support и не приостанавливает действие этого трехстороннего контракта так значит по каким делам подписывается affidavit of support воссоединение семьи с близкими родственниками и воссоединение семьи по всем четырем категориям какие происходили изменения все таки за последний год изменения были такие что государство сказало следующим образом если человек в течение года с момента подачи документов получал какие-то public benefits он не имеет права на получение грин карты если петишинер получал какие-то public benefits то могут возникнуть проблемы исключением и у петишинер и у beneficiary является рода ребенка на территории соединенных штатов и 60 дней после окончания беременности то есть это являлось исключением из правила а все остальные public benefits могли помешать получению грин карты кроме того был введен self-sufficiency statement это форма а 944 где нужно было иностранцу прописать всю его собственность прописать все его квалификационные возможности его образование его работу какими языками он владеет для того чтобы увидеть возможность его трудоустройства на территории соединенных штатов и для того чтобы увидеть его потенциальные возможности на получение public benefits причем на интервью на получение грин карты за пределами страны петишинер должен был доказать а иногда и beneficiary что он в состоянии для этого подписывался self-sufficiency statement что петишинер или beneficiary в состоянии приобрести страховку по здоровью то есть health insurance все эти изменения вызвали бурные обсуждения многие активисты подали в разных судах иски для того чтобы был отменен этот self-sufficiency statement чтобы были отменены правила в отношении public benefits ну и все это было в трамповские времена пришел президент байден и отменил все законы которые были приняты президентом трампом в отношении public benefits и в отношении self-sufficiency statement то есть такое полное обнуление либо что-то еще действует что например раньше началось а что-то не действует проблема public benefits действовала всегда с 2000 года что человек если за него подписан affidavit of support не имеет права на получение public benefits но тот факт что человек получал public benefits не является основанием для отказа в получении грин карты это самое главное потому что было очень много волнений и людьми которые подавали на гражданство потому что люди считали что и при получении гражданства будут смотреть на public benefits и так далее в нью-йорке очень популярно это что люди получают public benefits фиделис и всякую другую такую же медицинскую помощь это штатная медицинская помощь это штатные benefits но все равно это медикейт и медикейт по сути человек не имеет права получать если в отношении него был подписан affidavit of support но в основе своей это касается федеральных бенефитов кстати говоря что люди в основе своей не знают при наличии подписанного affidavit of support и невзирая на него человек имеет право на получение emergency medicaid то есть что это значит если человек поступил в госпиталь по emergency то он сам или его petitioner кто подписал affidavit of support не должен платить за это лечение потому что человек имеет право на emergency medicaid это по закону 99 года который вступил в силу в 2000 году как мы начали обсуждать в прошлой программе как мы коротко обсудили petitioner то есть человек кто подал петицию на основании которой иностранец получает грин карту должен всегда подписать affidavit of support даже если он зарабатывает 0 долларов и 0 копеек то есть он всегда должен подписать affidavit of support если у него есть супруг или супруга которые зарабатывают деньги в этом случае супруг или супруга тоже должны подписать affidavit of support или так называемый контракт к этому affidavit of support и тогда не нужны никакие дополнительные спонсоры если же petitioner и или его супруг не зарабатывают денег то тогда может быть дополнительный спонсор это называется госпонсор это могут быть дети гражданина который подает петицию за родителей или дети гражданина который подает или постоянного жителя петицию за супругу это могут быть родители это могут быть двоюродные братья сестры это могут быть еще какие-то близкие люди дяди тети свекровь свекор теща тесть должны быть определенные родственные отношения, либо это может быть работодатель, например, или нет? Ну, работодатель, это проблематично в этом случае, но если можно объяснить какие-то взаимоотношения с этими людьми, близкие друзья, люди, которые вместе воспитывались в одном доме, приемные дети, по-всякому. Кстати говоря, по воссоединению семьи, где мама вышла замуж за американского гражданина, который привозит своего stepchild, он становится спонсором этого stepchild. Если к этому времени мама зарабатывает денег достаточно, то они вдвоем становятся спонсорами. Как мы обсуждали это в прошлой программе, существуют специальные таблицы, которые издаются ежегодно, и в соответствии с этими таблицами по poverty guidelines нужно зарабатывать как минимум 125% от poverty guidelines в зависимости от количества членов семьи. То есть всегда считается сам petitioner, считается иностранец, которого родственник, которого привозят или который получает грин-карту на территории страны, и все остальные члены семьи, супруги, дети, все подсчитываются в состав количества семьи, и в зависимости от этого определяется сумма, сколько человек должен зарабатывать, чтобы было достаточно для того, чтобы спонсировать родственника, получающего грин-карту. Очень часто меня спрашивают, какие документы нужно представить для того, чтобы affidavit of support был принят государством, либо иммиграционной службой, либо National Visa Center. То есть обычно это должен быть income tax return, то есть налоговая декларация человека за последний год, либо последний, который человек подавал. Если в последнем году человек зарабатывает меньше, чем в предыдущих трех годах, то есть если, предположим, еще в 21 году, то человек может дать 20, 19, 18 и может указать, за какой год income tax return он выбирает как основание. Нужно представить шесть корешков чеков последних и письмо от работодателя, подтверждающее, что человек работает в компании, кем он работает и сколько денег он зарабатывает. Это все важные документы, которые нужно приложить к affidavit of support для того, чтобы он был принят. Если есть дополнительный спонсор, или если есть супруг, который подписывает контракт, то нужно еще в дополнение к этим документам представить документ, подтверждающий иммиграционный статус. Или копию грин-карты, или копию сертификата о гражданстве. Вот теперь уже точно все. На этом наш очередной выпуск завершается. Изабелла Майзил, большое спасибо. Спасибо вам, Боря. Дорогие друзья, если вы хотите следить за нашими новыми программами, подписывайтесь на наши YouTube-каналы Кольцов ТВ и Адвокат Белла, лайкайте мою страницу Facebook MyTheLawGroup, где я публикую практически ежедневно все новости иммиграционного закона. Удачи вам, добра и благополучия вместе с вашими семьями и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok